На стадионе 50-летия октября в течение всей минувшей недели проходил очередной тур первенства России по футболу среди юношей 2009 года рождения зоны по Волжью, Урал и Западная Сибирь. В составе команд участников и спортсмены из нашего города. Команда «Зенит Салават». Всего в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые в свою очередь поделены на 4 подгруппы. Первый тур мы проводили в городе Коркино, сейчас второй тур здесь и еще два впереди предстоят у нас. Турнир в самом разгаре, еще впереди много матчей. Главная задача, чтобы мальчишки развивались индивидуально, в групповых, командных, техно-тактических действиях. Преследуем такие задачи. Такие соревнования для Салавата не в новинку. Регулярно один из туров первенства проводится именно здесь. Тем более, что градообразующее предприятие «Газпромнефтихим Салават» всячески поддерживает детский спорт. Домашний тур для «Зенита» не получился легким. Каждая игра – вызов самим себе. Так очередной матч, в котором синие, бело-голубые сыграли с тюменской командой, далась нашим непросто. Ребята долго раскачивались, создавая опасные моменты у наших ворот. На самом деле, ранние игры не очень люблю. Всегда приходится команду немножко будить. С этим сегодня тоже столкнулись. Первый тайм была вязкая игра, много единоборств, борьбы. Во втором тайме немножко, скажем, проснулись, бодрились, наладили групповые взаимодействия, что, собственно, привело к забитому мячу и победе. Тяжелая игра для обеих команд закончилась таки победой «Зенита». Результативные действия Нияза и Шимбаева и победный единственный гол в матче привели нашу команду к третьему месту в турнирной таблице, что не может не радовать. Хотя сам спортсмен признается, что недоволен тем, как играла его команда. И работа над ошибкой предстоит большая. Было очень приятно отличиться от всех. Много радости, что смог отличиться. Тренер похвалил. Мне очень приятно. Была цель забить, чтобы мама похвалила. Игра была сложная. Если честно, не понравилась наша игра, но еле как заковыряли этот гол. Ну, не собрались, скорее всего, потому что не проснулись, не знаю. Работу над ошибками планирует провести и тренер команды. После второго тура будет небольшой перерыв, в рамках которого и нужно будет подтянуть недочеты. Уже могу сказать, что нужно немножко прибавлять в переходе из обороны в атаку и в завершающей части. Потому что даже по статистике, если обращать внимание на статистику, по пропущенным мячам у нас, в принципе, неплохие показатели. По забитым мячам есть вопросы. Хотелось бы забивать больше. Напомним, что организатором соревнований в нашем городе выступает предприятие «Газпром-Невтихим-Салават». «Газпром-Невтихим-Салават». Мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны. Светлана Халитова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Салават». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова